Ребятушки, всем привет! Всем доброе утро! Всех-всех вас целую, люблю, долны и обратно. В общем, мы перевезли кое-что частично, инструменты, кое-что купили, подушки, одеяло, что вместилось в машину, стулья надо будет еще привезти. Ну, в общем, потихоньку будем обшиваться. Сейчас я тут все ему перемою. Обои там, вот это все, это мы сейчас не будем ничего клеить, это мы оставим на каникулы. Будут каникулы, потом уже тут покрасим, тут рулон обоев, хватит обклеить все. Вот это все покрасим, обклеим, ну, такую косметику чуть-чуть сделаем. Вот. И уют потихоньку будем наводить. Ну, он и сам любит уют, он тут понаведет все. Мне главная задача сейчас все-все перемыть, запустить в холодильник, сложить все в холодильник. Мы кое-что привезли, кое-что надо будет докупить. Ну, в общем, такое сахар, махар, чай. Магники сейчас были, не знаю, что-то там, короче, набрали. А это, девчонки, стоят мои манекены. Это я покупала демонстрировать, демонстрировать товар. Они тогда не вместились в машину, оставили тут. В общем, женский манекен и мужской манекен. Ну, и все, что я остаюсь максимально быстро. Дел очень много. Мы с утра тоже приехали. Где нас только не носило, что мы только не переделали. И, в общем, максимально быстро сейчас все мою убираю. И все, мы уезжаем домой. Ну, не знаю, дождемся мы. Тимура нет. У него сегодня первая пара в 10.50 началась. Это он будет до двух часов сегодня учиться. Дождемся, не дождемся, не знаю. Потому что домой надо ехать. Дома тоже дел по горло. Короче, движуха. Хотела, Юля, движуху? Получай. Теперь движухи даже больше, чем я хотела. Так что вот так вот, ребятки. Все, переодеваюсь, берусь за тряпку, швабру и вперед. Так, ну что, девчульки? Эдик там по своим делам. Чё, подкрутить, открутить. В общем, начну с кухни. С кухни. Сейчас все тут передраю, перемою. Привезли мы посуду. Ну, так пока так. Все это, конечно, со временем сразу все в голове не удержишь. Что, куда, к чему. Так, пять тряпочек, да? Зачем пять? Одну пока возьмем. Начну сейчас вот эти шкафы перемою. Куда посуду поставлю. Стратегическое купили. Что стратегическое? Соль, сахар, там такое все это привезли. Уже когда холодильник сейчас помою, запущу. Купим колбасу, масло, сыр. В общем, одному, одному оно много и не надо. И так будем, когда что-то ехать, что-то я буду, что готовое, буду привозить с собой. Так, а что с вами? А, Эдико, воды нету. А, вода перекрытая. Вот, буду привозить с собой. Он тоже будет уезжать. Ну, короче, считаю, что мы чуть ли каждый день не будем видеться. Ну, может, если не каждый день, то через день. Так что, ничего страшного. Студент должен быть полуголодным. Баловать студентов нельзя. Ну, полуголодным, конечно, не будет. Так. Работает. Стуком, в общем, там мне писали, девчонки, в комментариях, что холодильник поставьте в кладовку. Ой, сейчас открыли там кладовку, там еще только нету. Но она сказала, все, что не надо, выкидывайте. Там и обувь какая-то, и штаны чая-то, и полки, молки. Ну, в общем, мы все оттуда повытаскивали. Кладовка, я думаю, нам не понадобится. Так, а вот здесь вот надо к нам шкафчик, девчонки, что у нас. Ну, короче, тоже хломушки. Хломушки сейчас почистим все. А каникулы будут осенние. Салина эти привезет нас. Салина быстро тут все переклеим. Короче, съемное жилье. Много навозить нельзя. Съемное жилье, это такое всегда ощущение, мы сколько по съемным квартирам ходили, а всегда такое ощущение, что ты на старте. Будь готов. Будь готов к старту. Поэтому. Привезла постельное, покрывала, подушку, полотенце, моющие все есть. Все есть. Дубная паста, шампуньи, мыло. Сейчас Эдик воду даст, вот печку тоже перемою, чайник. Кофе привезли, потому что тоже будем заезжать. Кофе, мы без кофе не можем. Я яиц взяла десяток ему. Что еще? Ну, в общем, вот так. Ладно, девчонки, я покажу вам конечный результат. Так, девочки, закончила я в кухне. Уже Тимур пришел, Эдик все поменял. Смеситель. В общем, сейчас буду делать ерш. Держ из Пималюкса, из Фэри. Тут до места сбыл, я свой еще привезла. Из двух видов до Местеса. Сейчас все это делаю натру. Получим, посмотрим, что получится. Может оно как-то этот, вот это все поотойдет. Сейчас натру и пускай пока постоит. Смою, потом еще раз делаю то же самое. Тимур пошел в этот. Есть банок много, какой-то сидушка от какого-то дивана. Пошел это все на этот, на мусорку, на свалку выносить. Так, ну все. Сейчас разотру, посмотреть, что получится. Чего? Короче, там все помыла, тут все помыла, печку помыла. Сейчас вот низ шкафов. Сейчас все банки вынеси. Так, что там вообще? Ой, там тут банок. Ужас, сколько. И тут тоже банки. Тут папа этот холодильник перемыла. Ну, в общем, вещи вешать некуда. Вот здесь вот висит веревка, но она ему особо и не нужна. Дома будет стираться. Не на месяца же уезжает. Так, ребятушки, ну все. Я намыла все. В общем, все пока остается так же. Этот же диван. Все потихоньку привезем. Этик вон составил целый список, чего надо. Утюг привезем паровой. Там то, сё. По посуде что-то еще. В общем, все перемыла, все перечистила. Полу и три раза помыла до места. Сам тут, в общем, хлоркой. Хлоркой пахнет на всю квартиру. Вот. На этот столик что-то привезу застелить. Ну, в общем, вот так. Поменяли все на этом диване. Покрывала все-все. Вот это вынесли. Подушку новую ему принесла. Вот это покрывало новое застелила. В общем, все там сняли, пересняли. В общем, нормально. Вещи в шифонерах. Ванна, девочки. Да я думала, сейчас я как на мою. Ванна вообще не изменилась в цвете. То есть она, получается, не такая была. Она не грязная была. Это она уже от времени. Уже? Да. Ну, главное, что чистое и все, как говорится. Скромненько, но чистенько. Ну, что, студент, ты готов? Готов. К самостоятельной жизни. Пришел тоже, все повыносил, все, весь хлам. Скука рисов 5-6, наверное, сделал. Так что. Так что, поехали. Что за пельменями? Сегодня на пельменях. На днях приедем, что-то привезем. Там сейчас купим колбасы, масло, сыр. Чай есть. Чай я ему купила в пакетиках. Он такой, не понимает, вот это заваривать там. Ну, и кто будет тут что заваривать? В общем, придешь, сваришь себе пельменев. Понял? Утром позавтракаешь. Батон там купили нарезной. Хлеб, сыр, масло. Вот. А папа, если есть папа, приедет в город. Если вместе, я что-то привезу такого домашнего. А пока что на... Если не завтра, то поседавтра. Да. А мы, девчонки, купили этот... Мясо я тут взяла. Знаете, что? В общем, мне его разрезали. Прям, короче, бараньи рюмочки. То есть мелко-мелко разрезали. Вот как и должно быть. Я бы так не сделала. Тут как раз чему-нибудь приготовлю с этого миска. И мы тоже привезем. Картошки зато мы тебе купили. Мешочек маленький. Маленький там. Ну, килограмм пять, наверное. Пусть стоит. На всякий случай вот так поджаришь. Понял? Что, поехали? Собирайтесь. Мы его сейчас ему купим, что надо. Отправим уже, а сами домой. Все, полы еще сыроватые. Пусть этот... Открою на фоточку. Да, на фо... То, там в комнате. В общем, мыло-мыло. И оно, видите, все равно оно цвет ничего не поменяло. Это уже от старости. Потом этот купила ему пельмени, пельмени, чем доставать. Этот, магнити были. Я говорю, Тимур, у меня даже такой нету. У меня там какая-то гнутая, старая. Ну, пока таким будем пользоваться. И этот. Я говорю, пельмени, там вареники будешь варить, будешь доставать. Ну, все, в общем, скупили его. Он уже сам домой сейчас пойдет. В общем, взяли вареники. Да, наша вытащи там этот. Девчонкам тоже взяли. Там Эдик себе брал селедку. Сметаны ему взяли. Вареников с творогом. Вареников с сыром с адыгейским. Что еще? Колбаса, масло. И этот. Колбаса, масло. Ой, колбаса, сыр. Масло не брали там. Все, вот это 72,5. Все, давай, сынуля. Первая твоя самостоятельная. День. Придешь, вареники в морозилку ложи, понял? Ну, ладно, что, прощайтесь, не плачьте. Все, покедова. Все, давай, давай, это. Давай. Все, на созвоне. На видеозвонке, понял? Чуть-чуть непонятно будет, спрашивай. Ключи не потеряй. Давай. Все, ребятки, мчим домой. В общем, там писали по поводу стрижки, что Тимура надо срочно подстричься. Ну, пока терпимо. Пока. Пускай будет этих тоже, когда он молодой был, как у тебя, че кто? Он его как закидывал с такой этой. Это они сейчас, молодежь, знаете, как бы самовыражаются, что ли. Поэтому пускай пока походит, надоест. И мы тут сейчас ехали, забыли, фен. Он же постоянно утром моет голову, сушит феном. И этот. И говорит, как же он без фена теперь будет? Я говорю, ну, может, передумает, подстрижется. Он говорит, нет, надо ему фен отвезти тоже, а то... Ой, как солнце светит. А то, говорит, так будет с мокрой головой выходить и заболеет. Ну, в общем... Да, челка мешает в глазах, но там весь прикол стрижки, что потом это делится напополам. То есть это там надо еще отрастить, убирать только бока. А вот это надо отрастить еще чуть-чуть, и тогда уже... Ну, короче, мы уже... Перебеситься еще. Да, перебеситься нормально будет. А мы набрали там пустых коробок на посылке. Это такие посылки и я вот это масло, ну, там банки вот эти всякие, ложу, потому что в мешок, ну, этот мешок такой не положишь. И этот... Поехали куда мы? На базу. А там одна есть женщина. Она там, видать, уборщица или дворник. Ну, короче, к этим коробкам не подойдешь. У нее там все... Это я... Уже она знает больше. И он пошел, ну, спокойно, тихо набрал. Видать, ее не было. Не видела она это. В общем, вот так вот. В общем, лечим домой. Дома тоже сейчас. Ну, я вчера на готовлю вовсюду. Еще у нас пироги осетинские. Все есть. Хорошо готовить не надо. А то, обычно, Тимур делал уроки с Камилой. Ну, теперь будем с Алиной. Что-то Алина будет делать, что-то я буду с ней делать. Все, мы дома уже. В общем, вот что Эдик заливал. Свою собаку закрыли. Соседская пришла, все натоптала. Ну, заново там Эдик перетрет, не видно будет. И вот так всегда, чтоб мы не делали. Всегда то куры какие-нибудь, то гуси, муси. Так, ребятки, только зашли сходу. Ехали с города, проехали миллион магазинов. Думали, что хлеб купим у нас. Проехали все наши магазины, ни у кого нет хлеба. И, в общем, сейчас по-быстрому сооружу такой хлеб. Знаете, такое жидкое тесто, чтобы на сковородку его вылить. И на медленном-медленном огне на сковородке пожарить. Потому что, если этот ждать, обычный хлеб, это два раза должно тесто подняться, это долго. Все мы, да, не знаем, в чем дело. Ну, сейчас, знаете, сезон. Сейчас и комбайнеры у нас работают. И кто только думал, сейчас у нас вауле нет. И кто только не приезжает. Так. Поэтому, видать, разбирают. Сейчас же уборка. Так. Соль, сахар, дрожжи, масло и муки. Так вот, чтобы не забивать тесто, не вымешивать. А вот такое, знаете, жидкое его сделать. Тепленькую водичку я налила. И масло подсолнечное. И такое будет тягучее тесто. Так. Это солнечное масло. И сейчас оно первый раз поднимется и будет достаточно. Все. Вот, вымешиваю. Вот, здрасте, приехали. Команди, Тимур, Ачел, и без Тимура приехали. Я говорю, все, Тимура теперь увидишь только на выходные. И я к нему хочу. И я хочу к нему поехать. И хочу у него остаться с ночевкой. Ну, в общем, и так. В таком духе все. Сейчас посмотрю, что с уроками. Пускай по видеозвонку включает, учат. Там в городе интернет хороший. У нас тоже сейчас интернет. Вот, кстати, вчера вообще, вот первый раз, то вот видео моментально гружу. А вчера, что-то первый раз, какой-то был глюк. Часа два загружала видео. Представляете? Если интернет хороший будет, пускай делают вместе уроки. Все, вот такое вот тесто получилось. Вот, видите. Накрываю, пусть подходит. И на сковородку на медленный огонь и получится вот так. Девчонки, давайте вперед за селедкой. Селедка, картошечка с укропом. Ну, это Эдик, удейте селедку. Ну, Камила может там когда-никогда съесть. Вот. Я, ну, кусочек может съем. А так у Эдика такой ужин. Ладно, девчонки, все. Пока-пока. На этом я с вами заканчиваю. Уже вечер. День был сегодня такой насыщенный, конечно. Он у меня еще будет продолжаться еще долго и долго. А вам всем пока. Всех вас целую, люблю. До луны и обратно. Маслечко топленое положила. Растаивает. Растаивает.